Мы тоже, наверное, по возможности представим. И я передаю слово Роману, для того, чтобы он анонсировал уже вторую часть нашей работы. Друзья, ну, собственно, вторая часть нашей сессии, вторая, она касается инфраструктуры и создания условий для реализации, по сути, инвестиционных проектов. И речь пойдет про индустриальные парки, про технопарки, про взаимодействие внутри этих скульптуры разных участников. Мы попросили, у нас есть определенный порядок выступающих. Я тогда первым предлагаю слово взять Дмитрию Борисову, небольшую подводочку. Мне кажется, это очень интересный кейс по нескольким причинам. Первый парк в Кандаласах, это все-таки арктическая территория, и коллеги успели донести все смыслы до управляющих, до корпораций развития Дальнего Востока и Арктики, воспользоваться определенными преференциями. В этом кейсе, как мне кажется, очень мощная инициативная сторона есть, то есть руководитель этого проекта, который своей волей, умением эту историю в Япутии двигает. Собственно, не буду в детали уходить. Дмитрий Васильевич, Вам слово. Расскажите про Ваш кейс, про то, что Вы делаете и как Вы это делаете. Здравствуйте, меня зовут Борисов Дмитрий Васильевич. Я являюсь директором управляющей компании ТОР Якутия, сейчас называется, раньше называлось инвесторальный парк в Кандаласах. Я являюсь директором управляющей компании ТОР Южная Якутия, также являюсь управляющей компанией в арктической зоне Российской Федерации, на территории Республики. Мы резиденты из арктической зоны, в Центральной Якутии, три разных проекта, каждый со своей спецификой. Когда у нас в Южной Якутии объемные инвестиции 111 миллиардов рублей, из них 60 миллиардов по факту осуществлено. Это новые предприятия, это не бывшие советские, а в Честном поле созданы бывающие предприятия. ТОР Якутии, ТОР Якутия, это у нас индустриальный парк в поддержке малого бизнеса. Я его так задумывал, в 2013-2014 году. Следующий слайд. Не знал, с чего начать, но, допустим, по хронологии. У нас возникла такая проблема. Я занимался поддержкой резидентов технопарка, государственного технопарка Якутия. Те люди якутские начали там специалистом работать, начальником отдела стал. У меня мои резиденты, которые поддержкой государственного технопарка пользовались. Там ограниченный срок, годная речь, в первую очередь, для 3 года. И ко мне парни подошли и сказали, что там воронка большая, в итоге выжило 5-6 реальных предпринимателей, которые сказали, что через год мы ищем уже землю, куда переехать, куда надо посеваться, а земли в Якутске нет, в Якутске очень сильно развивается на самом деле. И если мы находим землю, то там нету инфраструктуры, этих прессов и так далее в магазине будущего. Либо есть, но это очень дорогая земля получается. То есть мы начали с ними это дело искать, я там много вопросов задавал. В итоге, когда выбрали мэром С. Сергеевича Николаева, сейчас он глава республики, это именно глава города Якутска, выехали в поселок Кангаласы, это пригород города Якутска. К городу Якутску относятся территориально, но он в 30 километрах. Монопоселок, бывший там, где раньше добывали уголь на всю Центральную Якутию. Сейчас вся Центральная Якутия перешла на газ полностью. Соответственно, уголь стал никому не нужен, поселок решили или закрывать, или развивать. Тогда вопрос задал, есть ли земля есть, есть ли ресурсы есть, то есть, ну, выслуживаем, если советское ограничение. Ну и как-то это все на стыке этого дела. Написал концепцию, бизнес-план, защитил перед городской думой. Нормативный акт играет. А я вам не сам себя слушаю. Каким-то образом смог доказать депутатам всем четвером фракциям, что мой проект Якутску нужен, если не получится, никто от этого не пострадает сильно, но он бы получился, в конце концов. Передали мне, в соответствии с муниципально-частным партнерством, в 14 плюс 3 га два земельных участков на Галасах, выделили субсидию в 50 миллионов рублей. Потому что у меня за спиной стоял предприниматель, которому нужно было что-то делать. То есть, они по-любому где-то что-то сделали, но мы решили именно Галасах создавать рабочие места, ну и, соответственно, как-то получилось удовольствие. То есть, так вот. Ну, по хронологии, да, получается. С 14 года все дело пошло, а в 15 году я получил землю. То есть, ну, вроде кажется, там несколько абжанцев, но на самом деле каждая эта операция – это гигантский труд, это нормативные акты, это законы… ну, вообще как-то. Я просто не знал, за что взял, с чем связался бы этот, как-то, это… Чего бы ни за что не взялся бы. Выглядел бы точно моложе. А в итоге… Ну, как бы между нами, если сказать, это, наверное, была четвертая или пятая заявка Республики на создание территории держащего различия. То есть, с Дальнему Востоку относимся, по Дальнему Востоку уже тоже стали появляться, якутские заявки никак не были, ну, не одобрялись, потому что они больше… Ну, там, как получается. Весы такие – тут проект, а тут проект. Ну, наш больше на проект стал похож, и мой основной посыл был, когда я защищал ее, Илью Петровичу сказал, что… Давайте попробуем нормативку законодательства о торах, которое было написано, в первую очередь, на поддержку крупнейших инвестпроектов на Дальнем Востоке. Попробуем эту нормативку экстраполировать на малый бизнес. Вдруг получится. Ну, поверили. Мы специально прилетали в Владивосток, там защитили зарядку. То есть, у нас инвесторы из Китая тоже прилетали, которые хотели вложить деньги в Якутию, правда, у них не получилось, но потом приехали другие китайцы, у них получилось. Ой, ой, обратно. Ну, и, соответственно, постановление правительства России вышло. То есть, это большое дело. Мои резиденты индустриального парка, моего муниципально-частного партнерства, управляющая компания, которая сто процентов была моя личная, это был мой проект и до сего времени, да. Но, когда встал вопрос о создании ТОРа, там пришлось... Ну, пришлось снижать. То есть, пришлось бы делать или совместную управляющую компанию, которую я бы не смог, наверное, долго сохранить свое влияние, поэтому я впустил собственную компанию, корпорацию, продал 51% доли в соответствии с ФЗ и стал выполненно в соответствии с федеральным законом управляющей компанией ТОР. Ну, и как-то так все понеслось. Так, ну и площадки, да. Давайте, чтобы это не казалось, там, голословно, включим ролик, там, он минутный. И дальше уже... То есть, Красный Медоцентр города, вот... Это мой набросок в 15-м году. Со знакомыми претировщиками Тарбатова. И в 18-м году в Дагестан. То есть, еще инфраструктура полностью, только начала строиться. У меня вот резиденты построились раньше, чем я подвел электричество. И генераторами строил. То есть, настолько у них было... Ну, они заряжены тем, что они заложили свое имущество, не знаю, жен, детей, вложили в производство. Мы только успевали к ним быть в результату, подказать. Полиэтиленовая труба. Краски. Такими. Котлы длительного горения. У себя поступила заявка на 25 тысяч котлов. От буряки и изобретали. Вот сейчас только, что директор звонил, и загулку сходился. Надо расширяться. Ну, будем расширять. Это экструдеры, полиэтиленовая труба. Там 4 линии от 25-ти миллиметров до 660. Это банальная сэндвич-панель. У нас весь инфраструктуральный пар построен в этой сэндвич-панели. Ну и трубы, соответственно, тоже. Делают из полистирола для частников. Где базарк используется, это уже по ГОСТу. На ГОСТу вроде и так далее. Это испытательный парыгом. Катаем шины. Начинали с шин причастованных. Японцы 5 лет приезжали до последнего времени. Каждый сезон. Сейчас новая резина зимняя причастована. Вот на опыте Якутии. Очень большая мощная работа. И с машинами. Другие подходы стоят. Плюс у нас кузовики. Мерседес катают. Рено катает. Лабды новые модели. Рено новые модели. Такие законфлинированные, как журналы. Прикольно смотреть. Всех секретного нет. Это мы в этот Новый год ввели в эксплуатацию два здания. То есть это уже следующий уровень поддержки патримасиса для тех, кто на первом этапе не может сразу построить собственный завод. То есть мы сделали универсальные здания по 150 квадратов плюс-минус производственные. Каждое помещение там 100 киловатт и так далее. Это наши теплицы. Это уже мы масштабировались. Это уже не как индустриальный парк. Ну, рядом. Мы помещение катаются 3 километров. Электричество и газ, это уже по программе «Докрестка», по-моему, не включится. Три гектара просимы. Сейчас порядка до 20% рынка города Якутск обеспечивается собственными. В первую очередь это дошкольные учреждения и так далее, это никто уже в химии у нас не ест. Это мой резидент, это гаранильные классы. У них и резиденты-огранщики являются и так же и нашими резидентами по статусу. У них там второй этаж бриллианты, первый этаж ветерка. Но потом понравилось, что только нам толкаем, развиваем, расширили торг, восстановили правительство, новое принятое. И создали задачу судоверств и образовывать криминалом вели 50. ЗОС получит заключение в соответствии с противом отзором. Это в пятницу получит. Молодцы. Молодцы. Основные резиденты были. А сейчас более подробно или неподробно, это у меня первая площадка Кангаласы основная. Там находятся у нас первые заводы, которые работают. Плюс ко мне пришел китайский инвестор и сказал, я хочу подключиться к твоей инфраструктуре, потому что я не готов платить за техприсоединения в якутскую энергию. Потому что они не понимают вообще, ни на китайском объяснить, ни по-русски, ни по-английски не получается. Что такое техприсоединение. Я же буду у вас покупать электричество, почему я должен платить за право покупать у вас электричество. Я же абонент. Да, поэтому мы эту глупость сначала сделали. У нас сейчас на площадке сначала 3 мегаватта, потом увеличили до 5 мегаватт. Соответственно, мы ему предоставили полмегаватта электричества. И он, как сказал, 8 гектаров земли, если я уберу, я проинвестирую 100 млн. Парфа ударили. Я ему это все предоставил в течение 3-4 месяцев. То есть нам пришлось очень плотно с горлом отработать, чтобы земельный участок посадить на кадастр, в соответствующем виде не будет разрешенного использования. Получить его в аренду напрямую, потому что у нас закон о торах говорит, что управляющая компания напрямую без никаких торгов берет земельный участок для того, чтобы предоставить. И когда он подписал договор с оборендом, получается, на 8 мегав, он из-за этого ускорился, поехал в Китай, приехал и поставил целого по производству кирпича. Ну, конечно, непросто кирпича. Самое обидное, что, получается, в конце 19-го года они пускомоладку начали, пошел снег, ну, уже холодно стало, они что-то говорят, ладно, весной приедем, все продолжим, все четко будет. И весной уже никто приехать не смог в 20-м году. И нас там… Ну, в этом году уже назначили нового директора, президента. Он нашел людей и сейчас начнут производство, потому что завод под ключ установлен, кнопку нажать некуда, грубо так. Вот. И вот участок Заречный, он сейчас тут показан как беззервный, что ли. Растим лес в Якутии. Это лесопитомник. Мы писали соглашение совсем недавно. Это на 3 миллиона саженцев по рекультивации земель. И земель, в первую очередь, потому что у нас сейчас пожары там были, наверное, слышали. И так далее. И вот рекультивация земель для добычников. То есть им нужно же это не просто там где-то нарвать и так далее. Это все должно быть в соответствии с нормативкой. Вот. И вот такую нормативку. Мы сейчас этот участок оформили. Мэрия вот сегодня письмо получил, что они поменяли вид разрешенного использования как раз на питомник. Я там жду. Сначала попросил под... То, что инвестор говорит, мы будем ставить теплицы. Ну, попросили под теплицей. Говорят, нет, если вы там вращиваете саженцы, это не теплицы для питомников. Ну, слава богу. Ну, как бы нам тоже помогают. И... Ну, как бы, смотрите. Ну, нормально. Нормально к нам относится. Если что, то сразу советуют и поправляют. Это вот часть площадки. Потом дальше... Ну, это вот, получается, два кадра. И опять, они склеиваются, получается. Шестнадцатый сверху – это проект глэмпинга. Там мы видим... Зона не только... Не просто туризм, потому что у нас туризм и так далее. Это все во главе угла. Но есть потребность... Отдых выходного дня семейный. И там глэмпинг, кемпинг и так далее. Там сколько раз? Гектар-двенадцать, по-моему, участок. Испытательный полигон, где у нас как раз шины зимой испытывают и технику. И плюс я под Индес-проект с городом Якутском. В прошлом году земельный участок специально сформировали. И гидро решено использовать под авиацию. То есть это у нас третий земельный участок в городе Якутске. Аэропорт города Якутска. Перегородный аэропорт Маган. И вот третий у нас в городе. Потребность есть. Малая авиация развивается. Ну, в любом случае, там с картофельными полеями летают. Все время надо их как-то объединять. И все время как-то добавлять эту пьянку. Ну, дальше площадка Конголасы. Это соседняя, ну, получается, индустриальные парки. Они вообще, как бы, есть нормальная нормативка просто индустриальные парки России. Где сказано, какая должна быть, какая минимальная площадь, минимальная обеспеченность инфраструктурой, газом, электричеством, сколько там, 0,2 мегаватта на гектар и так далее. То есть я, в то время, это был проект ГОСТа. Я его просто взял за основу. И когда в основу суммы инфраструктуру, я просто говорю, ну, вот есть ГОСТ. Вот такой проект, наверное, не хороший проект. Где сказано, что 0,2 мегаватта. Ну, у нас 14 гектаров, умножаешь на 0,2 мегаватта, поэтому 3 мегаватта. Как-то так. То есть вот эта площадка у меня полностью готова. Приходите, если есть инвестпроект, дадим землю сразу. Да, это вот у нас на Голасах все это делается. И плюс вот зеленое, большой участок, 4 гектара, это у нас сейчас зарезервировано. В бюджете 2023 года деньги заложены на создание там промышленная, нет. Площадка называется промышленная, но там будет делаться подпроекты в сфере пещевки. То есть пещевики приходят, но я говорю, я тебе не могу посадить рядом с заводом по производству трубы либо листерола, мне будет сильно приятно потом кушать две пельмени. Поэтому специально сделаем такую площадку с единой санитарно-защитной зоной, там трионами санпинов, снипов, всего на свете и плюс канализация и так далее, все нормально будет. И мы там спокойно сможем предоставить земельные участки, инфраструктуру под цеха там по переработке овощей, и у нас в пути лучше выращиваются. Мясо, потому что мясо, ну, когда, собственно, ну и так далее, там, надеюсь, там вольта как автопиллах получится. Ну, площадка сандарт – это вот у нас теплицы. Плюс вот зелёными я специально зарезервировал земельные участки, потому что я понимаю, что они сейчас захотят 50% рынка и ещё земля должна будет рядом. Зайванные продукты берут. Либо, может быть, там завод по переработке консервов. Хотя, ну, все помидоры, в какой цене, съедаются там в течение дня прилавков. То есть, срезается, и для того, как его съедят, ну, день-два. То есть, они даже не вкладываются в химию, чтобы там сохранить, когда цепь пытаются, и так далее. И берут более сахаристые софта, потому что они плевать, что они портятся за две недели. Лучше съедают за две недели. Как-то так. Ну, вот универсальные здания. То есть, смотрите, вот каждое помещение, оно оборудовано ещё своим санузлом отдельным, что важно, потому что я, как бы, я тоже примерно занимался, это вот общие санузлы, там, это всё страшные дела. Плюс помещение под какую-то там прорабскую, там, сразу всё оборудовали там металлическими шкашечками, там, какие-нибудь основные. Какой-то холодильник, микроволновка, компьютер, стол, мебель какая-то. Ну, которая в любом бизнес-проекте стопутово есть, это всё сразу предоставим, и даём арендовать себе нужно. То есть, чтобы человека голова не болела вообще ни о чём, кроме своего бизнеса. Как производить, в первую очередь, как продать это и как произвести это. И федералам понравилось, как мы сделали вот универсальные здания, потому что универсальные здания мы построили за счёт республиканского бюджета. И они сказали, мы тоже хотим. Мы им предоставили резервные земельные участки вот рядом. Вот универсальные здания вот два, они вот сейчас существующие построены. И сейчас уже подрядчик определён. Проект с нами согласовывает. Примерно вот так будет посадка здания на полторы тысячи квадратов, но там уже помещения такие бы, 250 квадратов. Чуть побольше, чем сейчас. И окей. У нас сейчас задача их заполнить. Так. А, ну это у нас тоже проект. Площадка Союрия. Рядом, как-то я случайно заметил, что там есть 115 квадратов не нужной земли вдоль трассы. Я предложил, что это сделать. Вот её полностью упаковать ещё в федеральном бюджете. Федеральный бюджет, если мне понравилось. Бюджет, деньги. В Юсилии, 60 миллионов. Я вот сделаю инфраструктуру, как бы, по генплану, сделаю на 10-20 проектов в области туризма. То есть там кемпинг, лэмпинг, сауны, рестораны, шашлыки, не шашлыки, детский отдых, водный отдых и так далее. Ну, мы с темы. В Америке-то везде такое есть. Белосипед вообще не является ни разу. Ну, тут цифры в целом ТОР. Ну, это я как бы первый раз вижу, если честно. Мне сказали, говорят, вот, короче, вот так. Здесь у нас всего по ТОРу, а это именно в формате индустриального парка. То есть количество резидентов и финансированную инфраструктуру. В целом на ТОР Якутия государство потратило все уровни бюджета и муниципальный, региональный, федеральный миллиард двести в формате ТОРа семьсот двадцать. Ну, это как раз мои чистые активы на сегодня. У вас примерно минуты осталось. Все, я готов к последний слайд. Эффективность проекта. Эффективность проекта будет ТОР, поэтому на десять лет даются годы. Сразу стричь купона не получится в государстве, поэтому где-то в двадцать шестом году доходы бюджета превысят те затраты, которые были затрачены на инфраструктуру для нашего проекта. И это то, что сейчас тоже включается в бюджет, но управляющая компания для того, чтобы мы полностью эту площадку сделали, из нее настоящую конфетку, как в центральных регионах. То есть мы строим административное здание, где у нас резиденты смогут достойно размещать свои бухгалтерии, продажных инферистов. Покупаем коммунальную технику, покупаем газогенерацию, потому что на сегодня мы миллионы в месяц плотим якутскому энергопоставщику и собираем от резидентов, ну просто в компании. При том, что подводящая линия – наша собственность, трансформаторы – наша собственность, низкая сторона – наша собственность. Если я туда включу генерацию, то я буду платить не 7 рублей, как сейчас энергетикам, а по генерации выйдет по газу где-то 2,5 рубля. То есть резидентам какая разница, какого цвета электричества они, в принципе, свои 0,4 получат и все. И плюс у меня надежный стоит. Если что, у меня всегда есть акцентная лэб, за которую заплачены деньги. Так, что еще забыл? Платно-туризм и так далее. Ну 846 миллионов сейчас, это уже федеральный бюджет. То есть мы уже как бы показали свою эффективность и федералы без как бы нормального.